Привет всем! Сегодня у нас на обзоре цеха этого города Новороссийский. Попробуем интересные позиции и поделимся своим мнением с вами. Первым у нас будет рыбный суп со сливками и сембой, что вам весено с рублей. Внутри у нас лосось, морковь, лук-порей, сливки, картофель, брокколи и мидии в Анголе. В мидии вижу. Рыбку тоже вижу, давайте его попробуем. У меня приятный сливочный вкус. Довольно пикантный. Попробуем саму рыбу. Просто вкусная вареная рыбка. В сливочном супе также у нас картошка нечищенная. Довольно необычно, видите, такое в супе. По вкусу 80. Следующий у нас том ям, стоил 30-30 рублей. Сразу положим весь рис и лайм. Внутри видим большое количество морепродуктов. Креветка, грибочки, помидорки черри, еще одна креветка. Грибы еще. Внутри обещают у нас креветки, мидии, лосось, молоко кокосовое, сливки, рис, шампиньоны, томаты, черри и лайм. Мидия что-то не вижу. Мидия тоже виднеется. И лосось тоже есть. Давайте попробуем. Том яма имеет кисловатый вкус. Слишком какой-то кисловатый. Но специи всего достаточно. По вкусу мне не сильно понравился, хоть и много морепродуктов. По вкусу 5,10. Хотел бы еще добавить полутом яма. Не хватает кинзы, но по страте все окей. Следующий у нас салат с лососем и творожным муссом. Стоил он 30-30 рублей. Давайте его рассмотрим. Внутри у нас лосось шеф-повара. Нет, у нас внутри у нас лосось шеф-ласось. Микс салат листьев, чука, мякоть цитрусовых, творожный мусс, имбирь маринованный и бальзамическая заправка. Выглядит довольно интересно. Такие вот завитушки из лосося. Давайте попробуем сразу с зеленью, чтобы проникнуться всем салатом. Лосось не такой яркий вкус, как хотелось бы. Хоть и на вид привлекательный. Но сочетание с салатом очень получилось интересно. Сверху палит бальзамической заправкой. Добавил он такой масляной. Мне понравился. По вкусу 80-ти. Следующий салат у нас теплое море. Стоил он 390 рублей. Внутри у нас микс салатов. Тигровая креветка, гребешки, мидии. Мидии киви, томаты черри, кунжут и соус косточный. Выглядит тоже довольно интересно. Давайте попробуем гребешок. Сразу с салатом. Грибешок мне не понравился. По вкусу как будто съел кусочек сала. Давайте попробуем мидию. Мидия вкусная, сочная. Первый салат мне понравился больше. Этому салату ставлю по вкусу 4 из 10. Попробуем коктейль. Зеленый гремлин. Стоил он 360 рублей. Внутри у нас ром, бихеровка, ликер дыни, лимон фреш, сок ананаса и битер ангустара. Приятный вкус. Дыни и ликера. Мне понравилось. По вкусу 9 из 10. Еще у нас коктейль сливочная омлепиха стоил он 150 рублей. Давайте его тоже посмотрим. Внутри у нас сливки, омлепиха, персиковый сироп. Вкус довольно странный, на любителя. Сочетание сливок и такой небольшой привкус омлепихи. Мне не понравилось. Слишком такой странный. 4 из 10. Следующий у нас капрезы из телятеля за 480 рублей. Выглядит довольно эффектно. Внутри у нас вырезка молодого теленка, томаты свежие, баклажаны гриль, соус сливочный, рукола, арахис и соус песто. Попробуем теленка. Мясо нежное. Соус немного пресноватый. Давайте попробуем, не знаю даже что уже попробовать, по факту тут теленок под листьями такими большими. Ну давайте попробуем баклажан. Ну давайте попробуем баклажан. Баклажан твердоватый, мне не понравился. Мясо понравилось, в целом блюдо не понравилось. По вкусу 4 из 10. Также хочу добавить пару слов капреза. Я ранее такое блюдо не пробовал, поэтому мне нечего сравнить. Возможно оно так и должно быть по вкусу, как будто отдельно баклажаны, отдельно помидоры, отдельно мясо. Но данное сочетание мне не понравилось. Перейдем к чаю. Вот такой вот графинчик. Стоил 60, стоил 70 рублей. Внутри у нас черный чай с корицей и яблоком. В самом графине мы видим, что там корица. Давайте его попробуем. Сразу чувствуется аромат корицы. Он в запахе. Сразу чувствуется запах корицы. Вкусный простой чай со вкусом корицы и яблочко. По вкусу 9 из 10. И на десерт я взял шоколадный кайф. Стоил он 178 рублей. Внутри у нас 3 шоколада. Давайте его попробуем. Шоколадный тортик. От себя хотелось бы, конечно, что-то еще, какой-нибудь фрукт добавить, персик или вишня. Сделали более вкусным. А так получился по вкусу хоть и вкусный, но скучноват. По вкусу 7 из 10. Давайте подведем итог по заведению. Что мне понравилось? Мне понравилось то, что цены на сайте именины соответствуют реальности. Напомню, что заведение себя позиционирует как блюдо по себестоимости, потому что заход нужно платить до 6 часов 200 рублей после 400. Я считаю, что цены не по себестоимости. Я был в других их точках. Там цены заметно ниже. Блюда некоторые мне понравились, некоторые не очень. В целом заведение довольно большой выбор. Приятное обслуживание. 7 из 10 ставим его от центра. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, как вам цех этого города в Новороссийске. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok